Всем здравствуйте! Это новости Турции. Для тех, кто открыл подобное видео впервые, я живу в Турции и перевожу на русский язык новости из официальных источников то, что здесь у нас в стране происходит. Это мой личный блог без претензий на профессиональную журналистику. В инфобоксе под видео ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Подписывайтесь обязательно. Ну а мы с вами приступаем. Учебный самолет военно-воздушных сил Турции потерпел крушение в Кайсере. Самолет упал в поле на сельхозпосадке. Самолет вылетел на учение с 12-й главной базы воздушного транспортного порта Кайсере. Это были тренировки, учения и разбился на до сих пор неизвестной причине. Идет расследование. Выехало очень много поисково-спасательных служб на место. Конечно же первыми, кто оказался на месте, это были сельские жители, люди. Но, к сожалению, помощь оказывать было некому. Два пилота скончались на месте при крушении. Не удалось катапультироваться. У нас грядет неделя праздничная. Сейчас последняя рабочая неделя началась. Праздничные дни продлили. Курбан-Байрам в этом году будет проходить 16 июня по 24-й. Это официальные выходные в стране. Госслужбы, банки и все прочие заведения не будут работать. Так что, если у вас есть какие-то задачи с госуслугами, с госорганами в Турции, рекомендовано завершить это до 16-го числа. Многие, конечно же, уезжают в отпуск, отдыхать будут. Вообще, изначально, по правилам, в Байрам праздничные дни должны были быть всего лишь 3-4 дня. С 16 по 19 число. Но президент своим указом порадовал людей, продлил эти праздничные дни аж до 24-го числа. Такого еще у нас не было. И сейчас у нас здесь просто катастрофически адская жара, которая выше климатических норм. Накрыла она практически всю страну. Стамбул, Анкара, Анталия, побережье, естественно, курорты. Я, честно говоря, думаю, как сейчас туристы, которые дорвались до солнца, как они обгорают, получают удары солнечные. И как они вообще себя чувствуют. Потому что нереально жарко под 40 градусов официально не на солнце, а в тени в Анталии, например. На солнце так это вообще 50-60, наверное. Ну, очень адская жара. Много людей обращаются, конечно же, в больницы. Это стандартно, да, с ударами, с обезвоживанием и с сердечными приступами, кто постарше или с давлением. И было несколько интересных случаев зафиксировано в стране в эти дни. Например, в городе Адана двигатель кондиционера просто в средней школе, общеобразовательная государственность. Он расплавился сначала, потом взорвался из-за сильной жары во время урока. В Анталии расплавились пластиковые части корпуса машины, двух и автобусов. Это было зафиксировано. И там же полицейские в Анталии делают рейд. Они сштрафовали водителей общественного транспорта, в частности автобусов, которые хотели сэкономить. И не включали кондиционирование во время поездок, что запрещено. И еще в Коньялты вспыхнул большой лесной пожар. Да вообще сейчас очень много лесных пожаров из-за этой жары, сухости травы. В Стамбуле вообще запретили заходить в зону с леса по полосы пригорода Стамбул. Государственные органы, муниципалитеты запретили это делать вплоть до окончания лета. Тем более разводить костры тоже запрещено. Мэр Хакари Мехмед Садык был приговорен к 19,5 годам лишения свободы за его связь с террористами. Задержание мэра вызвало просто массовую драку в парламенте страны. Также это все вылилось и на беспорядки уличные на улицу люди отбивали, скажем так, протестовали против ареста своего мэра, которого они недавно выбрали на муниципальных выборах буквально месяц назад. Что-то невероятное произошло. Хирург смог спасти функцию рук мужчине. Пересадил он ему пальцы ног при ампутации его пальцев рук. Мужчина при работе своей лишился пальцев под прессом 350 тонн. И врач провел сложнейшую операцию, пересадил ему пальцы с ног на руки. И тем самым человек может держать вилку, ложку, ручку. Фактически функции, конечно же, не так, как было раньше, но насколько это облегчит жизнь человека, просто невероятно, да, какое-то чудо произошло. В провинции Мугла в Мармарисе мужчина совершил вооруженное нападение с ружьем, пришел и расстрелял тату-салон. Два человека были ранены, из дробовика он это все сделал. Это был их конкурент по бизнесу, к которому мало приходило клиентов. Он их считал конкурентами, несправедливые, пришел наводить разборки. Таким образом, два человека ранены попали в больницу, мужчину задержали, он под арестом. Недавно видео в СН-Юрте в Стамбуле было записано. Записывалось оно, судя по всему, из какого-то помещения сверху. В общем, среди белого дня в СН-Юрте турчанка, девушка, ругалась со своим парнем турком. Как говорится, что вы знаете об абьюзии и домашнем насилии? Судя по всему, там доносились какие-то отдельные фразы на видео. Парень хотел с ней расстаться, а она не хотела расставаться. В ходе вот этой потасовки, если так можно выразиться, выяснения отношений среди белого дня, она парня своего придушила ремнем, укусила его, била по щекам. Короче, просто абьюзила и совершала акты насилия над парнем. Парень все это стоял, терпел. Видео, конечно, хорошо разлетелось по интернету, многие его обсуждали. История страшная, неприятная, но вызвала она в обсуждениях такие разговоры про абьюз, шуточки в том плане, что не только женщинам плохо живет. Смотрите, какие у нас женщины, палец в рот не клади и так далее. Натыкались ли вы на это видео в соцсетях? Если да, что думаете по этому поводу, напишите в комментариях под видео. Так как у нас последняя недела для выпускная, последние звонки и экзамены, прошедшие выходные выпускники и лицеисты сдавали, ИГ турецкий. И было много праздничных мероприятий выпускных, последних звонков. И в концертном зале Джемаль Решитрей в Стамбуле во время выпускной церемонии частных школ, сеть это называется LF, упал на студентов, прямо на сцене огромный телевизор, экран сотканный из нескольких телевизоров, лет-экран в общем. По итогу там стояли родители, выпускники, вот это время награждения фотографировались. Ранило 6 человек, они были доставлены в больницу. При этом самого владельца сети этих частных школ LF, его зовут Эркан Шахин, он был задержан тут же полицейскими. И свидетели происшествия сообщили, что экран просто начал во время фотографирования на сцене, вот этой церемонии трястись, скрипеть, и просто рухнул в один момент. То есть у него было плохое крепление, это статьи есть определенные, да, причинение вреда по неосторожности, плохое выполнение должностных инструкций и тому-тому подобное. А вот недавно в столице в Анкаре прошел просто сильнейший ливень и ураган, несмотря на фоне аномальной жары. Улицы просто топило потоком, были сильнейшие молнии. Порывом ветра сорвало рекламный экран на улице, и он упал прямо на прохожих людей. И представляете, мужчина погиб, он был просто прохожим в этой толпе, вот так ему не повезло, его просто прибило этим экраном. Здесь уже каких-то статей не заводилось, потому что это погодные явления, скажем так, непредсказуемые. Но ураган, буря была очень сильной. Вообще в Кайсере, в Анкаре последнюю неделю тоже сильная жара аномальная, но при этом дожди, дожди такие, знаете, серьезные, с градом крупным. Было как-то видео мужчины из Кайсере, как он жаловался на то, что его вообще градом так побило, что у него кровь на голове была. То есть ему голову разбило градом, он просто пытался скрыться во время, как начался резко град и дождь, пытался добежать до дома, и в итоге его градом этим даже ранило. Но он остался жив, с ним все в порядке, и госпитализации у него не было. Немножко к новостям экономики. Институт статистики официальной Турции утвердил, что 73% граждан страны не в состоянии откладывать какие-либо деньги, вообще что-либо копить, то есть они тратят подчистую или даже уходят в минус. Основными причинами, конечно, такой ситуации являются низкие доходы и высокая инфляция, и поднявшиеся цены. Многие опрашиваемые в этой статистике утверждали, что они тратят свои доходы только на основные потребности, такие как жилье, медицинское обслуживание и питание. Не в возможности что-либо откладывать и копить, потому что у них нет даже каких-то, у этих 70% в принципе нет сбережений сейчас, накопленных ничего, никакой подушки безопасности. То есть они получили зарплату, заплатили за все и ждут следующей зарплаты. И у них нет возможности отдыха, покупать одежду, какие-то другие траты, только необходимость квартира, питание, жилье, питание и медицинское обслуживание. Все. Нет возможности копить и нет никакого накопления до этого. Все транспортные средства, импортируемые из Китая в Турцию, они будут облагаться новой дополнительной пошлиной в размере 40% от стоимости. Это 40%. Сейчас все из Китая, все, что касаемо машин, электрические обычные и их запчасти в том числе подорожают на 40%. Раньше эта пошлина применялась только к электромобилям, потому что они были черри, например, дешевле, чем ток, была конкуренция. А теперь это правило ведут, распространят вообще на все виды транспортных средств из Китая, произведенных в Китай или доставляемых из Китая, и их составляющие части, то есть это любое все, что связано с ремонтом. Это правило вступит в силу с 7 июля 2024 года, охватывает все виды транспортных, повторюсь, средств и запчасти к ним. Поэтому кто ездит сейчас здесь у нас на китайцах или планирует что-то ремонтировать, до 7 июля начинают запасаться запчастями или заканчивать свои сделки по покупке новых автомобилей из Китая. В общем, один мужчина, он житель города Ризе, он построил двухэтажный дом площадью 70 квадратных метров, размеры квартиры, на 12-метровом железном столбе. Работа он все строил от нуля до конца своими руками, заняло это у него 6 лет. В чем особенность этого построения, не только в опоре, на которой оно стоит, красота неописуемая, потрясающий вид террасы с окна этого домика его. Он дал интервью турецкому каналу, в котором он рассказывал вообще, как он к этому пришел, его задача, идея вообще была изначально экологического дома в природной зоне, был прекрасный вид, и у него родилась такая идея построить этот дом на такой опоре, попробовать это, и он остался этому рад. Прекрасное построение, очень интересное. Вот на такой позитивной новости заканчивается сегодняшний выпуск. Я напомню, что в инфобоксе под видео ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Обязательно подписывайтесь, присоединяйтесь. Под этим видео сейчас оставляйте ваши комментарии, что вы думаете о новостях, которые были сегодня озвучены. Приветствуется дискуссия, но с уважением своих оппонентов. Без ругайтесь, давайте. Спасибо большое вам за внимание. Встретимся в следующем выпуске новостей. Скоро увидимся. Всем пока.